Здравствуйте! Продолжаем заниматься кубером, а если говорить более точнее, продолжаем смотреть Calica, Network Policy и все, что связано с фейерволом в кластере Kubernetes. Это четвертое видео серии, посвященное Network Policies. До этого были видео. Это Network Policies кластера Kubernetes, Network Policy при помощи Calica и Global Network Policy, он называется Network Policies 2, про глобальные сетевые политики, которые мы делали при помощи Calica. Это четвертое видео серии. Ну, традиционно, повторюсь, смотреть надо сначала, а не с середины, поэтому, если вы предыдущие видео не смотрели, то, ну, посмотрите сначала. Также хочу напомнить, что видео сейчас публикуются не только в YouTube, но и, например, ВКонтакте соответствующие видео есть. Есть видео в Zen, Routube, ну и кое-что вы можете посмотреть на Boosty. На Boosty есть всего лишь одно или два видео закрытых, но, в принципе, и там тоже что-то бывает. О чем сегодня будет идти речь? Смотрите, мы посмотрели уже сетевые политики, простые Calica Global Network Policy. Что еще можно вытащить из Calica Network Policies? Ну, вроде бы, да, практически все есть. На самом деле нет. Есть еще много чего интересного, и сегодняшняя тема это Host Endpoint, или как при помощи сетевых политик Calica защитить по периметру ваш кластер Kubernetes. То есть, смотрите, вот есть Firewall в Linux, и обычно мы там берем какой-нибудь там, не знаю, IPTables, Firewall Day, ну, чем вы там пользуетесь в своем Linux, и при помощи этих инструментов делаем, в общем-то, защиту периметра вот этого нашего кластера. Но, как оказалось, при прочтении документации по Calica можно сделать некое подобие такого глобального фаервола при помощи Network Policies. И вот сегодня мы с вами посмотрим, как это сделать. Итак, что такое Host Endpoint? Ну, Host Endpoint это особенность именно проекта Calica, вы должны это понимать. Когда мы с вами начали рассматривать проект Calica, я говорил, что сетевые политики можно применять к разным эндпоинтам. Эндпоинт, например, это POD, да, сетевой интерфейс POD, если говорить более так, ну, углубленно. Эндпоинт это, например, сервис. Calica позволяет делать правила Firewall Network Policies на сервис. И еще один эндпоинт, который можно использовать Calica, это Host Endpoint. Это сетевые интерфейсы, хоста Linux машины, на которые вы, собственно говоря, ставите ваш кластер. Соответственно, для того, чтобы это все заработало, ну, вот эти вот сетевые политики, которые мы могли применять к нашим хостендпоинтам, хостендпоинт нужно определить. Они по умолчанию не определены. То есть это нужно делать либо вручную, либо в автоматическом режиме. Но прежде чем мы начнем самим хостендпоинтом заниматься, нужно посмотреть некоторые вещи. Во-первых, очень интересная вещь это FileSafe Rules, рульки, рульки очередные, да, очередные правила, которые позволяют вам, ну, скажем так, сделать защиту от дурака. Вернее, как Project Calica сделал защиту от дурака. Ведь в чем вся фишка? Вот здесь специально написал. Важно, как только вы определяете хостендпоинт для интерфейса, как это делается, то есть мы чуть позже посмотрим, автоматически к этому интерфейсу применяется правило Daniel, то есть через него запрещается автоматическое хождение любых пакетов. Вот такая вот засада. Поэтому сначала определяют сетевую политику, которая будет, ну, использовать данный интерфейс, которая там что-то разрешит и будет у вас работать. И только потом уже определяют хостендпоинт. Но, но, повторюсь, Calica встроили в систему защиту дурака от дурака. А именно, определили так называемый файл-сейф-рулис, то есть файл-сейф-порты. Здесь есть ссылочка на документацию Calica. Вот у нас есть тут отдельный раздел, называется файл-сейф-рулис, файл-сейф-порты. И здесь перечислены порты, которые по умолчанию открыты. Какой бы вы энпоинт там не завели, какие бы правила Network Policies вы не завели, и вот вы тупо не сможете закрыть 22-й порт SSH inbound, то есть входящий ingress-traffic на вашу машину, вот потому что нельзя, потому что это сейф-порт. Ну, и здесь перечислены направления и порты, которые используются. Понятно, 22-й порт SSH. Значит, BGP-179 это Calica использует. Он использует в бакенде для автоматической маршрутизации протокол BGP. Как-то странно, да? Значит, ETCD нас по стоку-поскоку волнует, потому что, допустим, на моем конкретном случае ETCD находится непосредственно в кластере кубера, но если вы используете внешние ETCD, то вот они тоже, эти порты открыты, стандартные. Святой кубернета SAPI 6443. Снаружи, как всегда вы помните, по умолчанию обычно кластер ставится на 6443. В моем случае это может быть и 7443, мы дальше с ними поборемся. Ну и так тут кое-какие еще порты. То есть, то есть, несмотря на то, что определили вы хостинг-поинт, не определили хостинг-поинт, закрыли, вот не дай бог сделали там какое-то дурное правило там на Творк-Полисе и закрыли SSH 22, оно у вас не закроется. Защита от дурака. Ну и как любую защиту, защиту от дурака тоже можно отключить. Отключить. То есть, если вы такой умный, то ради бога, вот вам флаг, барабан на шею и вперед. Есть такая штука, называется FELIX. KIND FELIX Configuration. Это FELIX это часть компонента калика, которая позволяет, которая в общем-то работает вот со всеми этими делами, в том числе и сетевыми политиками и прочее, прочее. И у него есть своя конфигурация. Вот вы можете в FELIX Configuration включить два параметра. Если вы хотите изменить вот эти порты по умолчанию, там отключить их, включить, добавить, отредактировать, это FileSafeInboundHousePort и FileSafeOutboundHousePort. Ну и пример, пример здесь написан. Например, если вы хотите отключить все, вы просто пишите вот так, нон, в качестве значения этих параметров идет массив текстовых, массив текстовый, да, нон, он отключает всю защиту для портов. Если вы хотите изменить, то вот пример. FELIX Configuration, это FileSafeHousePort. Дальше у нас массив, протокол порт, протокол порт, протокол порт. Я здесь явно прописал вот то, что было в FileSafe. И если я хочу что-то добавить, я здесь добавлю еще что-то, потому что вот это нужно будет явно описать. Потому что если вы изменили параметр, то, ну, понимаете, да. Итак, мы можем FileSafe порты отредактировать, удалить, изменить, расширить список и так далее. Ну, если вам это нужно. Еще одна фишка, про которую я хотел рассказать, это API Version. Что это такое? Смотрите, с этим столкнутся только те, кто использует линзу в качестве инструмента работы с кластером. Если вы помните, в линзе можно посмотреть текущие манифесты, допустим, вытащите там Felix Configuration, или там Network Policy, или еще чего-нибудь, то линза по умолчанию покажет вам вот такой API Version. CRD Project Calico Work V1. Но разработчики Calico уже давно перешли на другую API Version. Это Project Calico Work V3. И, несмотря на то, что если вы оставите CRD Project Calico Work V1, оно будет работать, но нет гарантии, что дальнейшие реализации Calico будут работать с этими манифестами. Там веб-хуки не сработают, еще чего-то. Ну, не то API, да, не на то API настроено. Поэтому всегда использовать вот этот Project Calico Work V3 на данный момент. Опять же, смотрите, дату, когда снималось видео, может быть, это будущее далекое, и там все поменяло, к чертовой бабушке. У нас такое будущее всегда непредсказуемое и неожиданное, как обычно. Вот, поэтому, повторюсь, API Version Project Calico.org V3. Используйте, несмотря на то, что линза вам подставит вот эту вот фигню. Ну, и теперь подходим непосредственно к определению Host & Point. Значит, Host & Point, как я уже говорил ранее, можно автоматически определить, то есть сделать так, чтобы Calico это делало автоматически. Но в случае автоматического определения Host & Point могут быть автоматически неожиданные неожиданности. Вот, поэтому автоматы вы берете в руки на свой страх и риск. Я вот здесь сделал ссылочку на документацию. Напомню, что все вот эти Readme файлы, все манифесты, они находятся в ГИТе. Ссылочка на ГИТ под видео будет. Так вот, если вы хотите попробовать автоматику, вот здесь есть ссылка, там кое-что нужно поправить в манифесте одном. И у вас будет автоматически, вот для всех сетевых интерфейсов, будет автоматически генерироваться Host & Point. И вы можете ими пользоваться. Но, повторюсь, они немножко неудобные. И на самом деле, лучше все-таки делать Host & Point вручную. Ну, я так думаю. Вот здесь показан типичный пример определения Host & Point. Здесь у нас все очень просто. Project Calica, API-version соответствующий V3. Kind Host & Point. Metadata. Имя соответствующего Host & Point. И очень важно, важно Labels. То есть, вы при помощи Labels метите ваш Host & Point. Labels вы можете стоять как угодно любые. Дело в том, что вот к этому Host & Point в дальнейшем в NetPork Policies вы будете обращаться через вот эти лейблы. Не через имя Host & Point, а именно через набор лейбл, который вы ему поставите. Это очень важно. Поэтому для себя вы решаете, какие там лейбл вы будете использовать. Индивидуально. У каждого свое видение мира. У каждого фломастера разного цвета. Решайте сами для себя. Дальше. В раздел спецификации может быть много разных параметров. Я здесь выделил всего лишь три наиболее часто используемых. Ну, они сами для себя говорят. Здесь особо нечего говорить. Там интерфейс, имя интерфейса, на который вы ставите Host & Point. Имя ноды. Да. И массив. Это опять же массив IP адресов на этом сетевом интерфейсе. Там есть один IP адрес, но вы пишете просто один IP адрес. Если много, ну просто массив, перечисляйте, какие IP адреса есть на этом интерфейсе, если вам это нужно. Итак, вот пример Host & Point моего конкретного кластера. Значит, смотрите видео про куби адм, как я ставил кластер при помощи куби адм. Не надо смотреть древнее видео, которое самое первое на канале. Про куби адм. Смотрите, вот оно. Вот там ставился кластер, с которым я сейчас работаю. И вот если брать этот кластер, то определение Host & Point, допустим, для моей Control ноды, имя я выбираю сам самостоятельно, какое я хочу. Ну, по имени будет понятно, что это Control нода моего кластера, интерфейс ENS 160. Дальше, Labels. У меня два лейбла. Это ноды Endpoint Home, то есть мой домашний кластер. И ноды роли, это Control. Опять же, повторюсь, какие лейблы ставить, вы решаете сами. Дальше, спецификация. Имя интерфейса ENS 160. Ну, я пошел на машину и посмотрел, как называется этот интерфейс. Ну, тупо подставил его. Имя ноды Control 1, крюков local. Ну, опять же, имена у меня тоже заранее были известны. И дальше я могу перечислять массивы IP адресов, которые на этом сетевом интерфейсе висят. В моем случае это 102, 168, 218, 171. Соответственно, я сделал манифест, файлик манифеста, вот здесь, в разделе App, где я просто написал хостенпоинты для всех нод своего кластера. Вот у меня Control 1 нода, вот у меня Work ноды, WS1, WS2 и так далее. Но они ничем друг от друга не отличаются. Вернее, как они отличаются именем, нодой и IP адресами. Я имею в виду по структуре. По структуре абсолютно одинаковые хостенпоинты. Вот таким образом в одном файле манифеста я описал все хостенпоинты своего класса. И дальше мне достаточно просто их применить. У меня хостенпоинт заработает. Опять же, несмотря на то, что при включении хостенпоинта перестают работать всякие сетевые связи и так далее, потому что D не all. Но, повторюсь, защита от дурака у нас присутствует. И поэтому я могу смело просто kubectl apply, стандартная команда kubectl apply этому файлику, и создать эти хостенпоинты. Соответственно, в линзе, ну, я пользуюсь линзами, нам не нравится. Соответственно, в линзе у нас custom resource definition, есть раздел project calica. Ну, вам это же знакомо. И вот здесь у меня будут хостенпоинты, которые я добавил. Обратите внимание, я получил доступ к Kubernetes API, все нормально, потому что защита от дурака сработала. От меня дурака, потому что я хостенпоинт сделал, а политики-то я еще не определил. Да? Неправильно поступил. Вы так не делаете, не надо. Ну, и, соответственно, вот у нас там хостенпоинт. Опять же, линза не заточена на их отображение, поэтому выбираем edit. И тут себе спокойно смотрим, а что это у нас такое. Ну, спецификация к квите ничего не добавилась, ничего не поменялось, только какие-то служебные там заголовки в метадате. Ну, это уже вопросы Calica и самого кластера Cuber. Сейчас давайте посмотрим, как организовать firewall при помощи network policies, как это все работает и так далее. Вот эту картинку я честно спер с документации Calica. Это я рисовал, я так не умею рисовать. Ну, так красиво, разноцветно и приятно. И, главное, понятно. Да. Ну, и, соответственно, чтобы разобраться, как работает firewall, как работает хостенпоинт и на каких местах у нас все срабатывает, мы должны разобраться с двумя вещами, с двумя параметрами, которые можно добавить в network policy, ну, лучше всего global network policy, Calica. Это параметр pre-donate и apply on forward. Для того, чтобы вот заработал firewall, нам эти два параметра нужно будет включать. Ну, pre-donate мы включаем, а apply on forward, он обязательно должен включаться, если включили pre-donate, если говорить так, ну, немножко заранее. То есть, поэтому у нас есть pre-donate и apply on forward. Что это такое? На самом деле все очень просто. Смотрите, нам для того, чтобы фильтровать трафик, который приходит в наш хост, а приходит он в наш хост через, ну, какие-то сетевые интерфейсы хоста, нам нужно эти правила фильтровать до того, как будут применены NAT преобразования. Потому что, если вы помните, у нас там всякие сервисы, это встроенные NAT и так далее и тому подобное. Если мы хотим что-то отлавливать, нам нужно, ну, вот до того, как донат будет сделано действие, да. И второе, что мы должны ловить, это транзитные пакеты, которые идут через цепочку forward. Если вы помните, что если у нас одного интерфейса, ну, так я упрощенно говорю, там более серьезная вся концепция, что у нас с одного интерфейса нашей машины пакеты уходят на другой интерфейс нашей машины, неважно какой, они проходят через цепочку forward. Ну, соответственно, вот у нас есть некая картинка, где у нас показан наш хост, наша машина, у которой, предположим, два интерфейса, это этаж 0, этаж 1. Соответственно, есть таблица маршрутизации какая-то своя. У нас здесь расположен контейнер D, ну, и, скажем так, кубернет из контейнер D и установлен калика. Соответственно, у нас здесь работают некие поды, на картинке они обозначены как workload 1, workload 2, это поды. И, соответственно, если вы вспоминаете, у нас каждому поду, создается для каждого пода виртуальный сетевой интерфейс, он называется калий чего-то там. Соответственно, у каждого пода есть свой сетевой интерфейс, и, соответственно, пакеты ходят следующим образом. Если пакет предназначен для софта, который расположен на нашей машине, я не говорю сейчас про кубернет, а какие-нибудь там вспомогательные сервисы, тот же самый SSH, который на вашей машине работает, пакет пойдет вот сюда, да, то есть на какой-то локальный сервис. Соответственно, если мы хотим отловить этот пакет, мы должны ловить его вот тут, направили в цепочке row, либо в цепочке nat, на прероутинге, да, там, где у нас, перед тем, как срабатывает, ну, или там, где мы применяем правило dnat. Соответственно, вот здесь мы должны сработать. Для этого мы определяем параметр преднад, вот этот самый преднад, где я тут прописал этот параметр. Где-то я это все писал, ну, ладно. Вот он, чуть-чуть ниже, извиняюсь. Вот, преднад true. Вот этот параметр, преднад true. Ну, и, соответственно, у нас начинают срабатывать вот эти правила вот тут. Значит, если посмотреть более глубоко, вот если посмотреть на правила IP tables, а сейчас, повторюсь, у меня кластер установлен таким образом, что у меня используется IPv, 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 короче, IP виртуальные адреса, они для сервисов используются не IP tables, а вот IPvS. IPvS, во, вспомнил, как это правильно называется, да? Но не EBPF. Смотрите, какие волшебные слова говорю. IPvS, EBPF, да? Забавненько. Ну, короче, если у вас тупо IP tables, либо IPvS, то, соответственно, мы правила вот эти, связанные с фильтрацией пакетов, когда мы включаем преднад true, они у нас храняются в правилах IP tables. Соответственно, это у нас будет таблица либо row, либо mangle, и, соответственно, в этих таблицах у нас будет что-то типа calli from endpoint, вот calli from endpoint, это у нас, соответственно, цепочечка, да, куда мы там уходим. Вот здесь у нас написано, что уйти в эту цепочку и выполнить те правила, которые там. Соответственно, все правила, которые помечены преднад true, они будут располагаться вот там. Ну, это так, если копнуть глубоко. Ну, и второе правило apply on forward. Вот смотрите, если пакет предназначен не нашему локальному сервису, это что значит? Это он пойдет либо на сетевой интерфейс куда-то транзитом туда дальше, либо на сетевой интерфейс нашего кода. Это другой сетевой интерфейс. Я вам сказал, с одного сетевого интерфейса на любой другой сетевой интерфейс. Это любой другой сетевой интерфейс. И, соответственно, здесь у нас применяются те правила сетевых политик, которые помечены как apply on forward. То бишь эти правила применять вот к forward цепочке. И, соответственно, любые пакеты, которые проходят сквозь наш сервер куда-то наружу, либо сквозь наш сервер куда-то в поды, они попадают вот сюда и вот здесь обрабатываются. Вот на этом месте. Сейчас займемся тем, чем занимаются нормальные системы администраторы. Прежде чем чего-то делать на сервере, они пишут план. А в нашем случае это называется ТЗ, техническое задание. Соответственно, мы должны будем сначала сформировать некую концепцию нашего фаервола, что он должен делать, только потом его реализовывать. Налитую из головы делать фаервол, это, я вам скажу, то еще удовольствие ниже среднего. Соответственно, здесь у меня такая небольшая схемка моего кластера, но вы уже знакомы с ним, этим кластером, если смотрите не первый раз данное видео. У меня есть машинки, мастер Клюков Локал, вспомогательная машина, где у меня там DNS сервер, там всякие дополнительные NFS сервер, еще что-то. У меня есть некая машина рабочая, Windows Клюков Локал, хотя сейчас еще и Mac появился, но неважно, предположим, что вот у нас есть вот такая машинка. И дальше у меня есть машины, которые в моем кластере присутствуют. Соответственно, есть некий роутер, который вводит меня в интернет. Ну и соответствующая сетка, которая у меня используется, это 192, 168, 218, 0. Надеюсь, понятно. Машина, которая у меня в кластере. Ну, понятно, что у меня есть Control нода. Она может быть одна, либо три, в зависимости от того, как его настроение, и как я поставлю сегодня кластер у себя на своем тестовом стенде. Ну, предположим, что вот может быть три ноды, допустим, условно говоря. Значит, соответственно, если я ставлю три ноды, я включаю HA Proxy, и у меня появляется кластер на IP-адрес. Вот этот 218, 189, это в моем случае. Это если я хочу транслировать Kubernetes API наружу, допустим, вот для этих машин, через Load Balancer нормальный. У меня там стоит HA Proxy. Опять же, смотрите, видео про QBadden, там все я рассказывал. Ну, а может и его и не быть. Ну, предположим, что он есть. Дальше, воркер ноды, у меня 4 воркер нода с соответствующими IP-адресами. И еще у меня есть один кластер на IP-адрес, 180-й, он у меня предназначен для сервисов типа Load Balancer, за которые отвечает Metal LB. Про Metal LB и про сервисы Load Balancer видео у меня тоже были. Да. Ну, грубо говоря, вот у меня в этой сети вот такие IP-адреса могут быть, и вот для чего они предназначены. Кроме всего прочего, кластер у меня поставлен таким образом, что у меня используется внутри кластера сеть 10.223.0.16. Это и для подов, и для сервисов. Вот 10.23.0.16. Я сейчас не делаю различия, хотя можно, конечно, сделать. Вот, собственно, схемка, на основании которой мы сейчас будем делать ТЗ, посвященную Firewall. Итак, что я хочу от своего Firewall? Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что Firewall, который вы делаете при помощи Calic, он, конечно же, узкоспециализированный. То есть, Calic не позволяет вам воспользоваться там всей прелестью пакет-фильтров, которые вот есть у нас в Linux. Он достаточно ограниченный, и чудес от него ждать не надо. Поэтому такие банальные, утилитарные, открытия-закрытия портов, NAT мы не можем делать при помощи правила, при помощи Calic. Ну, понятно, да, просто чисто Firewall. Открытие-закрытие портов. Итак, разрешить весь входящий и исходящий трафик для сети кластера Kubernetes. Как я уже говорил, в моем случае это 10, 233, доп. 16. Для хостов кластера. То есть, у меня должен быть разрешен трафик, входящий на все вот эти хосты. На все вот эти хосты. Опять же, видите, у меня нет отдельной подсеточки для кластера Kubernetes. Они как-то разбросаны немножко беспорядочно, на границе каких-то подсеток не остановились, поэтому мне придется указывать явно IP-адрес этих всех нот отдельно списочком, а не сетью. Ну, заодно посмотрим, как это делается. Так, и мне нужно разрешить весь исходящий трафик для всех, ну, всех, имеется в виду, всех вот этих хостов. То бишь, я не буду сейчас взверстывать и просто тупо все, что уходит с моего кластера, я разрешу. Если вам это не понравится, ну, вы сможете запретить, там вы увидите, как это делается. Дальше, разрешить трафик для лупбэк-интерфейса хостов, ну, понятно, лупбэк-интерфейс должен быть разрешен, должно это все работать. Дальше, в кластере, у меня два кластера IP, как я говорил, 180-й, у меня там ingress-контроллер, load balancer, сервер ingress-контроллер, соответственно, на этом порту мне нужно разрешить 80-й через 43-й порты, на этом IP разрешить вот эти порты, и 189-й у меня это 7443, как я уже говорил, если я делаю HA-proxy, я вот этот IP-адрес туда кидаю, он у меня как балансировщик, и там нельзя использовать 6443-й порт, потому что у вас на одной машине два порта, ну, в общем, нельзя, или можно, выкручиваться придется очень сильно, вот, поэтому я сделал так 7443, соответственно, мне нужно будет его разрешить, по-хорошему этот порт в моем случае нужно было как раз вот добавить в Felix Configuration в защиту от дыроков, но, но пока вот так, и дальше, что нам нужно будет сделать, это разрешить входящий трафик только на определенные сервисы типа ноды порт, помните, что такое ноды порт, это у нас некий, некий порт в диапазоне от 30 тысяч до 32 с чем-то, там, сейчас не помню точно, диапазон, он задается при настройке кластера кубернета, вот, собственно говоря, все ТЗ, которое нам нужно реализовать в моем случае, в моем фаерволе, ну, что ж, начнем, помолясь, немножечко, так, разрешить весь входящий, исходящий трафик, значит, все очень просто, начнем вот с этой сетки моей, 10, 10, 10, 33, 0, которая 16, и так далее, значит, мы будем использовать Global Network Policy, вот это Calica, Global Network Policy, это понятно, значит, имя этой Global Network Policy я назвал Default Rules, и дальше, очень важно, селектор, ноды Endpoint, равно Home, это лейбл моего хостенпоинта, вот, я хостенпоинт, когда делал, видите, я везде в лейблс добавил вот это, ноды Endpoint, Home, если я хочу более конкретизировать, там, допустим, на контр-ноды кластера, что-то разрешать, что-то разрешать только на Worker ноды, ну, понятно, что я здесь напишу правило, ну, End, и там, еще какая-то лейбл, не суть важна, в данном случае, просто для всех нод моего кластера, будет применяться Global Network Policy, Дальше я включаю Order, я Order вам раньше не показывал, но, в принципе, в Calica есть возможность, ну, грубо говоря, указывать, в какой последовательности Network Policy будут срабатывать, ну, то есть, вот у вас есть цепочка в IP Tables, и вы можете в этой цепочке, ну, первое сработало, если правило сработало, то остальные правила не рассматриваются, стандартная такая фишка, так вот, вы можете в этой цепочке при помощи вот этого Order указывать, ну, последовательность, кто, зачем, и так далее. Здесь, в моем случае, я ставлю наименьшую, ну, как у меня наименьшую, он будет у меня самый маленький приоритет, чем больше число, тем меньше приоритет, то бишь, рабочие правила, у меня будут, Order, там, 10, 5, и так далее, поэтому здесь Order 20, это как бы по умолчанию политика, которая будет здесь стоять. Дальше я указываю ProDoneat True и Apply On Forward True, я про это уже вам рассказывал, тип входящий трафик, то бишь, я буду делать все на входящий трафик, и дальше у меня идет Action, Action Allow Source Net и дальше IP-адрес. В общем-то, этот Action вам знаком уже по предыдущим видео, то есть, я разрешаю весь входящий трафик вот из этой сети, то бишь, любые поды моего кластера, они могут, собственно, дать сами к себе, ну, то есть, к моему кластеру обращаться. И вот на этом месте мы с вами увидим существенное отличие Global Network Policy, который я сейчас даю, и тот Global Network Policy, который мы смотрели в предыдущем видео. А предыдущем видео я вам говорил, что если мы кого-нибудь в Network Policy определяем какому-то компоненту, там, пустим, поду и так далее, то к этому поводу у нас сразу срабатывает правило Danny All, а дальше мы просто разрешаем, а что же можно нам делать. Так вот, господа, как только мы включаем Predant True, ну, и, соответственно, Applying Forward True, это правило перестает работать. Вам потребуется явным образом в конце сделать Danny All. Вот так вот забавно. Поэтому вот эта строчка Action Danny и дальше без указания, ну, что мы там выбираем, это просто тупо запретить весь остальной трафик. Вот такая особенность, когда мы с вами говорим про Predant и Applying Forward. Учтите это. Следующее, что я сделаю, я сделаю еще одну глобальную политику, которая разрешает весь исходящий трафик. Ну, я решил в этом случае не объединять между собой Inbound, Egress и Ingress и Egress в одной Network Policy, потому что Firewall штука такая, достаточно большая, особенно для кластера, там может быть много чего. Здесь я просто, вот весь исходящий трафик для вот этих всех нот, опять же, Order 20, я могу переопределить это поведение, если я сделаю Order 10, да, я просто разрешаю весь исходящий трафик. но, вот я просто так решил. На самом деле, это можно было, конечно, и в предыдущем Network Policy добавить. Следующее, что нам нужно сделать, как я уже говорил, разрешить хождение с машин хоста, с машин, с хостов, с хостов кластера, ну, друг к другу. по вот этим IP-адресам, 192, 168 и так далее. Тут два варианта, как это можно сделать. Значит, первый вариант. Если вы в хост-энд-поинт, при оклеении хост-энд-поинт, не указываете IP-адреса, можно сделать так. То есть, вы определяете хост-энд-поинт, и дальше работаете просто с именем, там и так далее, не указывая IP-адреса и тому подобное. Вот, если мы хост-энд-поинт определяем, не указав IP-адрес, мы должны будем в нашей Network Policy просто тупо вот здесь в этом правиле allow, где я разрешил хождение для IP-адресов сети кластера Кубера, просто добавить соответствующие IP-адреса хостов, с которых трафик нам разрешен. То есть, очень просто. Это первый вариант. Второй вариант, так как мы будем с вами делать на самом деле, это хост-энд-поинт, мы определили IP-адрес, соответствующий для данного хоста, для данного сетевого интерфейса. И вот так их перечислять уже не имеет, можно, но не имеет смысла. Почему? Потому что мы можем добавить еще один action allow, вот этот action allow, где в качестве source указать не nets, а selector. То есть, мы говорим, что нас интересуют IP-адреса вот этих самых node-endpoint, у которых home. Ну и, соответственно, здесь у нас IP-адрес есть, калик этот IP-адрес вытащит, увидит, поймет, простит, подставит и все у вас заработает. Ну, два варианта. Не определили, определили IP-адрес у хостинг-поинта. Разреши трафик на loopback-интерфейсе. Честно говоря, я не тестировал, надо это делать, не надо это делать, но я всегда, когда делаю фаерволы, я с loopback-интерфейсом очень нежно обращаюсь и всегда разрешаю, кому надо ходить на loopback-интерфейс, кому не надо. Ну, не знаю, фенечка у меня такая, манечка такая у меня, да. Тут все очень просто, мы вот сюда в ingress-правила добавим еще правило, что hello, destination, то бишь, все пакеты на loopback-интерфейсы, ну, там же у нас может не только 127.001 быть, да, но все это знаем. Вот, поэтому сразу сеточку loopback, вот это вот, 127.8 пишу, разрешить. То есть, достаточно просто, на loopback у нас все разрешается. Следующий пункт, у нас были кластерные IP-адреса, это 180, где были 80, 443 порт и хаб-рокси, да, то есть, у меня 189 IP-шники, порт 7443. Ну, смотрите, я эти IP-адреса ни на один хост-ин-поинт не определил, почему? Потому что не плавающие, он может быть сегодня на одном сетевом интерфейсе, завтра он может быть на другом хост, на другом сетевом интерфейсе, соответственно, в хост-ин-поинтах я их не определял, и они плавающие IP-адреса. Ну, ничего страшного, ничего страшного, мы просто сделаем отдельный global network policy, то есть, это уже будет не по умолчанию, вот то, что было до этого, это было по умолчанию. А теперь я начинаю как бы разруливать правила фаервола, соответственно, я делаю еще один network policy глобальный, ну, называю его low rules, опять же, селектор такой, это, но видите, ордер у него 10, то есть, у него более высокий приоритет, то есть, в таблице, в цепочке фаервола фаервола он будет стоять раньше, и если оно сработает, то вот следующую network policy, которую ордер 20, мы уже рассматривать не будем. Понятно, да? И здесь все достаточно просто, преданно true, ля-ля-та-паля, type ingress, и начинаем расписывать. То есть, если у нас destination, 80-й, на порты 80-й, и через 43-й, протоколу TCP, hello. Если у нас 189 на порт 7443 протоколу TCP, hello. Все очень просто. Как видите, все достаточно просто. Теперь разрешить входящий трафик только на определенные сервисы типа ноды порт. Да, тут, как я уже написал, меня ждала фиаско. Несмотря на то, что есть документация, как это сделать, пример, у меня не получилось. Если вы думаете, что я не читал документацию, так нет, я ее читал. Вот, я ее прочитал. Есть такое apply calica policy, to kubernetes node port, пример. Здесь достаточно все очень просто. Apply is before not, ну, до того, как not, denat преобразование, то есть, про denat мы включаем. Ля-ля-ля-ля. Здесь рассказывается, что глобальная сетевая политика будет такая-то, что мы разрешаем хождение туда-то, запрещаем хождение туда-то. Это вот то правило по умолчанию, которое сделал я. То есть, разрешить хождение на наши хосты, и наша локальная сетка, которая в кластере кубернета, условно говоря. Дальше, deni, все как положено. Здесь немножко другой селектор используется, но, поверьте, это одно и то же. Дальше, что мы должны разрешить? Мы должны разрешить игре с трафик, я его разрешил, исходящий трафик у меня тоже разрешен, все зашибись. Вот, а дальше мы должны сделать хостенпоинт. Хостенпоинт я сделал. Смотрите, хостенпоинт, лейблс, интерфейс указал, имя ноды указал, айпи адреса. Все, все указал, все есть. Есть у меня эти хостенпоинты. Ну и что мне дальше? В глобал нетворк полисе, да, вы должны разрешить на конкретный ноды порт. Это пример, говорится, что, мол, там какой-то есть сервис, он там, ноды порт 31852, и вот этот сервис, ля-ля-ля, мы его allow. Соответственно, если мы его allow, ну, все остальное, deni. То есть, если мы его явно не определим, то типа срабатывает, где у нас тут вот, срабатывает вот это deni с ордером поменьше, и как бы мы по умолчанию на ноды порт в сервисы нашего кластера попадать не должны. Мы должны их явным образом при помощи allow разрешать. Так вот, фиг не работает. Я очень удивился, я сначала не понял, как же так, вот в документации белым, не, черным по белому написано, что делай вот так, и все будет хорошо. Я такой, ну, блин, наверное, failsafe. То есть, они взяли, и вот этот диапазон портов указали в failsafe портах. Окей, я там феликс, явно феликси указал, то есть, отредактировал феликс, сделал нон, мол, типа, ничего нельзя, мол, вернее, наоборот, все закрыто нафиг, ходить нельзя, не работает. Ну, если что-то не понимаешь, то задаешь вопрос разработчикам. Я, в общем-то, задал, вот, три недели, я три недели терпел, я задал вопрос разработчикам, мол, типа, ребята, вот, описал, вот, один в один, обратите внимание, да, я готовился, когда видео рисовал, картинки, все дела, вот, один в один описал, вот, описал, что у меня здесь есть, какие правила, ну, единственное, что, если обратите внимание, я вот, как раз повелся на линзу, линзовые, да, API, вот, все это я писал, описал, 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 вот, рассказал ситуацию, ссылочки, все красиво, но мне тут человек сказал, что, мол, типа, вот, так быть не должно, окей, я API поправил, сказал, окей, API поправил, сказал, где чего, и в ответ тишина. Вот, у меня не работает, разработчик не ответил на вопрос, опять же, смотрите дату съемки видео, может быть, на тот момент, когда вы это видео смотрите, ответ на мой вопрос есть. Итого, ну, с ноды портами у меня разрулить не получилось, ну, окей, ладно, хоть что-то, что-то есть, значит, вест на Network Policy, которую я здесь писал, это Network Policy 10, вот она выглядит, вернее, эти Network Polices выглядят, вот таким образом, то есть, соответственно, то, о чем я вам говорил, в моем случае, работает через вот так, а не через вот это, не через список IP-адресов, а, кстати, в Calico мне не удалось установить, там есть Global Set IP-адрес, сейчас не помню, как называется, Kind, потом покажу, у меня тоже список IP-адресов не удалось использовать, но я уже вопрос про это не стал задавать, ну, вот как-то, я чуть позже покажу, о чем речь идет, значит, соответственно, вот у меня Default Политика, где мы разрешаем все, что нам нужно, в конце явно Action Deny, видите, Deny, а явно указал, значит, EGRES понятно, Global Network Policy, стандартно, я прописал вот эти вот порты, и, ну, соответственно, я их сейчас применю, вот я это дело применил, дальше, у меня в кластере, у меня в кластере, в линзе, висит приложение, вот то же самое приложение, которое у меня было раньше, это Application 1, соответствующее, вам уже знакомое, и вот сейчас я к нему сюда добавлю еще сервис, типа Node.Eport, я просто продемонстрирую, что вот у меня все правила, да, вот все Network Policies установлены, но Node.Eport почему-то открыт, значит, сервис Node.Eport, где-то у меня здесь есть манифест, вот стандартный сервис Node.Eport, еще здесь интересного, значит, я вешу это все на порт 33, 3 единицы 0, и ссылаюсь вот на тот АПП1, Uniproxy, соответственно, чпок туда этот сервис, линза, вот у нас Node.Eport добавился, ну, а теперь давайте смотреть, работает, не работает, как работает. Так, что у меня здесь, URL, соответственно, дальше, HTTP, он это протокол, HTTP, без HTP, 192, 168, 190, 168, 218, точка 171, и порт 31110, да, это вот приложение, которое у меня там есть, как видите, ноды порт сработал, ну, то есть, вот он работает, да, он открыт, повторюсь, должно работать, где у меня тут этот, сетевая политика, должна срабатывать, вот это правило, Danny all, значит, соответственно, оно должно применяться, ко всем Node.Entpoint, хаме, давайте посмотрим еще раз, вот у меня здесь, вот у меня здесь, Cost and Point, вот Ctrl 1, тут у меня Labels, Node.Entpoint, хаме, есть, есть, должно работать, должно работать, не работает, но знаете, что самое прикольное, что если я обращусь на Worker ноду, ну, допустим, 175, то правило работает, чудеса, чудеса, вот такая засада, как это, почему это, я не понимаю, но вот, вот такая ситуация на данный момент, ну, что ж, на сегодня, пожалуй, все, Cost and Point, я вам приблизительно рассказал, то есть, это еще один Endpoint, на который можно вешать Network Policy, подключатель Network Policy, подключаются они при помощи, Label и селекторов соответствующих, по идее, должно позволять много чего интересного работать, но есть вот какие-то непонятные ошибки, значит, я вам показал ошибку, связанную с Node.Epartame, да, вот что вот, ну, как-то так странно работает, но на самом деле, еще есть ошибка, где тут у меня, вот есть Global Network Set, такой параметр, грубо говоря, есть список IP-адресов, и для того, чтобы не перечислять их, вот здесь, можно было сделать Global Network Set, сделать Label, и также при помощи вот этого селектора, сослаться на этот список IP-адресов, ну, оно тоже почему-то не заработало, не знаю почему, в общем, как-то странно все это, но это уже вопрос к проекту Calica. Ну, вот базовые вещи, связанные с Firewall, да, здесь у нас оно работает. Ну, что ж, на сегодня все, до свидания, но если вы вдруг найдете решение, напишите внизу, очень интересно, почему же так, где я ошибся, наверняка, где-то ошибся, где-то вот чего-то я не вкурил, не написал, да, ну тебе точно все, до свидания.